всем привет вы на канале qq и у нас сегодня такое вот нестандартное обращение к народу так сказать наверное уже каждый из вас в курсе что происходит у нас в стране и что сейчас над нами нависла реальная блокировка youtube и поэтому мы приняли решение что мы будем также публиковаться и на других платформах и чтобы не потерять связь со зрителями я предлагаю вам перейти в наш телеграм-канал на нашу youtube канал youtube канал у нас теперь есть ротик канал помимо ротюба телеграма инстаграма и может так еще есть яндекс дзен поэтому не падаем духом переходим на социальные сети другие инстаграм телеграм яндекс дзен и ротюб и смотрим и общаемся к все как и было раньше просто это видеообращение будет выходить следующие несколько роликов чтобы каждый зритель мог увидеть и если что-то случится то он знал куда идти поэтому если вы просмотрите это обращение один раз то можете там первые 30 секунд видео сразу проматывать все свет спасибо ребят не теряйтесь в реалме 9 про против реалме gt master edition больше не сильно больше но больше расслоение происходит но все-таки хуже при друзья вы на канале куб точка ром с вами андрей у нас сравнение сравнение двух реалме которые на самом деле напрашивались хотя но и слишком односторонним получится мы сравниваем реалме 9 про против реалме gt master edition потому что телефон достаточно близко стоит поэтому их стали сравнивать реалме gt master edition по моему скромному мнению больше ближе к реалме 9 про плюс по дисплею по мощности вообще общего восприятия смартфона чем гряны деть про но телефоны более близки по цене именно эти поэтому давайте сначала сравним их а если будет запрос будет интересно в комментариях напишите что интересно допустим то ничего gt master edition и реалме 9 про плюс когда мы сравним еще и их но пока посмотрите сколько телефона стоит какие-то так есть по ссылкам под видео в комментариях можете задать свои вопросы и что-то поправить заодно на что все комментарии нас примет участие в розыгрыше классных смартфонов для участия в розыгрыше нужно помнить три условия комментарии под видео подписка на канал и открыть подписки настройках ютуба третье взятим условия все дальше ждите анонсов любую точку рф приз отправляем удачи так реалме gt master edition реалме 9 про два смартфона среднего уровня здесь не смотрите внимание что у меня такая специфическая расцветка master edition очень клёвая на самом деле штука на ощупь но смартфон на самом деле отличается очень сильно поэтому постараюсь быть кратким смартфоны отличаются уже даже габаритами real me 9 pro за счет большего дисплея 6.6 дюйма против 64 у мастера имеет большие габариты чуть-чуть хотя не сильно чуть не сильно больше но больше отличаются сильно сами по себе дисплее real me gt master edition amoled матрица при этом что забавно частота развертки у обоих смартфонов по 120 герц то есть очень плавная картинка на обоих смартфонах присутствует очень комфортно пользоваться но вот разница здесь уже в сравнении как раз таки в основном сводится сразу к типам технологий дисплеев нравится amoled нравится яркие глубокие цвета дополнительная энергоэффективность для вас master edition нравится amoled не хочется даже думать про мерцание которое есть на amoled хотя и отключается где-то пожалуйста для тебя real me 9 pro получается уже такое расслоение происходит по элементам управления по корпусу смартфона очень сильно похоже на одинаковых местах находятся кнопки включения блокировки разъемы для зарядки разъем для наушников опять же динамик отличие опять же есть в способе разблокировки смартфонов у real me 9 pro сбоку находится кнопка включения блокировки совмещена с опечатком пальца в real me gt master edition отпечаток встроен в дисплей быстрее работает все таки тот что встроен в боковую клавишу и это real me 9 pro немного но быстрее разница у телефонов также присутствует солидная в производительности дело в том что real me 9 pro получил процессор snapdragon 695 с поддержкой 5g вот это вот все но это 695 снэпдрэгон в то время как у real me gt master edition 778 снэпдрэгон оперативной памяти 68 гигабайт в обоих телефонах в принципе разница сводится именно к сравнению процессоров и снэпдрэгон 778 в gt master edition здесь мощнее вообще это один из самых мощных процессоров которые сейчас можно найти который не относится тем более к восьмой серии снэпдрэгона к флагманской и он здесь конечно очень легко играючи фактически real me 9 pro переигрывает причем это очевидно становится и в самой системе то есть телефон работает несколько быстрее если решите поиграть какие-то сложные три игры то real me gt master edition позволит вам больше он позволит поставить где-то максимальные настройки позволит на них с по комфортом играть он меньше будет греться real me 9 pro в этом плане проиграет он тоже неплох но все-таки хуже причем с автономностью также получается что real me gt master edition намного лучше потому что здесь хотя и емкость аккумулятор меньше 4300 против 5000 в real me 9 pro но здесь amoled дисплей здесь более быстрая зарядка как следствие телефон разряжается примерно с той же скоростью даже чуть чуть меньше поскольку экран amoled более энергоэффективен здесь можно смотреть больше видео здесь можно больше играть и real me gt master edition живет в среднем дольше чем real me 9 pro но при этом еще и быстрее заряжается зарядный блок на 65 ватт в gt master edition 33 ватта в real me 9 pro как следствие real me 9 pro полностью заряжается почти полтора часа gt master edition полностью заряжен в два раза быстрее минут за 40 и за 15 минут уже наполовину заряжается то время как за 15 минут 9 pro зарядится столько процентов на 30 интересно было сравнить камеры дополнительные камеры здесь сравнивать нечего они одинаковые по широкогольную камеры для портретных снимков а вот основные камеры 64 мегапикселя и там и там и вот при сравнении двух телефонов real me gt master edition real me 9 pro с одинаковыми модулями камер omnivision 64 b я могу сказать что gt master edition фотографирует лучше и видео тоже пишет лучше по двум причинам видео это сам простая причина real me gt master edition пишет в том числе в 4k и в целом стабилизация здесь лучше работает за счет более мощного процессора шестая серия snapdragon который установлен в real me 9 pro всегда несколько резана функционально относительно процессора более высокого уровня snapdragon 7 серии почти нисколько не порезан относительно допустим флагманских смартфонов и то есть здесь даже 4k включаешь здесь даже какое-то подобие стабилизации есть видео 4k вообще нет нет возможности снимать видео в real me 9 pro по части фотографии здесь уже посложнее здесь уже можно только предполагать дело в том что до модуля здесь одинаковые и процессоры snapdragon и там и там но опять же здесь есть два важного 1 real me 9 pro только появился и на него вышла только свежая прошивка вполне возможно что real me пока не смогли связать и выжать максимум из этой же камеры на новой прошивке с новым процессором который должен эти снимки обрабатывать то время как real me gt master edition до сих пор пока не прилетел обновление я проверял прошивку не прилетел обновление до real me ui 3 версии android 12 здесь пока 11 android стоит принципе смартфоны фотографируют плюс-минус видно что должны одинаково но у real me 9 pro есть множество ошибок с цветами слишком контрастные снимки получаются слишком яркие цвета и есть проблема с фокусом это очень детские ошибки которые честно говоря обидно видеть фактически смартфоны должны фотографировать одинаково на драган 778 возможно все равно обрабатывает снимки лучше чем 695 и это может быть одна из причин опять же лучшего качества и видео и фотографий как итог по части камеры тоже полный разнос и real me gt master edition просто предпочтительные по звуку телефона одинаково стерео здесь нет ни там ни там есть разъем для наушников кстати действительно здесь совпадение телефонов полная ну и поддерживают оба телефона две сим-карты вай-фай 2.4 и 5 герц здесь тоже телефонов отличий нету по поводу прошивки я сказал здесь real me 9 pro уже сейчас вышел сразу на андроиде 12 версия оболочка я умею и 3 версии в трем как на real me gt master edition пока что 11 android real me 8 2 версии на самом деле совсем небольшая кстати здесь это прям наглядно видно немножко поменяли интерфейс что-то покрупнее сделали что-то перетасовали в меню вот прям косметика по большей части и принципе оба телефона работает очень и очень хорошо на gt master edition тоже это обновление скоро прилетит 12 android и real me 8 3 глава чтобы ничего не испортили да честно говоря но в качестве вывода все просто выбор между 2 смартфона может стоять только если разница в цене большая конкретно сейчас real me gt master edition по факту быстрее быстрее заряжается и дольше разряжается под части камеры сейчас он также очень предпочтительные в части видео и так и будет дальше это факт просто 4к в real me 9 pro не появится вообще разница может вестись только если что-то поправит в камере в real me 9 pro и он вдруг начнет фотографировать лучше в чем я честно говоря сомневаюсь потому что может сделать что все-таки он начнет фотографировать стабильно и для real me 9 pro это будет уже хорошо но лучше он будет лучше он снимать будет совсем вряд ли поэтому здесь однозначный выбор если выбирает сейчас смартфон и для вас не критичен amoled который все-таки стоит в real me gt master edition вам без разницы что допустим amoled или IPS то real me gt master edition будет однозначно лучшим выбором чем real me 9 pro если конечно для вас критично чтобы был amoled а и ps то сложно вам жить ребята но по сути здесь выбора будет мало смартфонов сейчас без amoled а особенно мощных крайне крайне мало так иначе я надеюсь это видео вам помогло выборе я надеюсь что вам все было понятно если что-то хотите дополнить то ждем всех комментариях под видео посмотрите сколько стоит сейчас актуально эти смартфоны посмотрите в наши подборки лучших смартфонов в 20 до 30 тысяч надеюсь вам эти видео помогут я на этом с вами прощаюсь завал андрей кук точка ру пока